Здравствуйте! С вами Вероника Поливкина. Зимой многие блогеры, да и я в том числе, рассказываем зрителям о различных новинках, удобрениях, препаратах, семян, посадочного материала. Все это хорошо, конечно. Нужно же знать, что там новенького придумали и создали. Но многих это раздражает. И причины очень понятны. Просто нет денег. Но и по старинке же можно выращивать и получать хорошие результаты. Поэтому решила напомнить, как подготовиться к новому сезону, максимально экономя средства и используя то, что проверено временем. Ну а если у вас есть чем дополнить, пишите в комментариях. Мы все вам будем очень благодарны. Осталось совсем немного времени, и мы начнем новый сезон. Частенько бывает так, что время сажать рассада, а у нас то семян не хватает, то грунта недостаточно, то подкормить растюхи нечем. Поэтому все необходимое нужно приобрести заранее. Начинаем, конечно, с инвентаризации того, что есть, чтобы не покупать лишнее. Проверьте наличие и сроки годности необходимых семян, садовую аптечку, наличие кассет и горшочков для рассады. Все ли есть для составления грунта. Может нужно обновить лампы для подсветки. Как сэкономить на семенах? Нет для кого не секрет, что когда мы покупаем семена, то очень переплачиваем за красивую упаковку. Но ведь те же самые семена тех же сортов, да еще и больше по весу, можно купить в простых бумажных белых пакетах, и всхожесть будет не хуже и урожай. Конечно, приятно смотреть на красивую картиночку, но если нужно все же экономить, то экономим. Простой пакет с семенами обойдется в 2-3 раза дешевле. Для примера зашла на первый попавшийся сайт, торгующий семенами. Семена одного и того же сорта, баклажана, алмаз, в цветном и белом пакетах находятся рядом. И сравнить легко. Вес одинаковый, 0,3 грамма, а цена отличается в 2 раза. Вероника, ну что там эти копейки, погоду не сделают, возразят многие. А это как сказать, мы же не один пакетик берем, особенно учитывая количество штучек в одной упаковке. По кругу экономия исчисляется уже тысячами рублей. Далее грунт. Ну, казалось бы, можно купить самый дешевый, но вот при этом сэкономить как раз не получится. Ведь его нужно будет продезинфицировать, заселить бактериями, доработать перлитом и удобрениями. Но прежде еще и почистить от всякого мусора в виде волокон и посторонних включений. Когда выбираете грунт, на слова супер тоже реагировать не стоит. Но кто сейчас только не пишет это слово на своих товарах. Просто изучите отзывы. Не в качестве рекламы, но мне больше всего нравятся грунты от компании Гера. Они полностью готовы для выращивания растений и ничем дорабатывать их не нужно. Соответственно, деньги, потраченные на этот грунт, окончательные. Дополнительных расходов уже не будет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие грунты вам больше нравятся, а какие разочаровали. Все знания пригодятся для нашей садовой копилочки. Нет возможности купить готовый грунт, делаем сами. Берем из своего сада и проливаем раствором марганцовки. Про марганцовку сейчас много пишут. Неэффективно, мол. Но как же раньше-то? Только ей и обрабатывали и семена, и почву, и тару. Другого-то ничего не было. В аптеке ее сейчас, конечно, не купишь, но в садовых магазинах, пожалуйста, сколько угодно. Только от светлого, чуть розового раствора толку не будет. Нужно, чтобы раствор был темно-розового цвета, но не фиолетовый, конечно. Только не смешивайте, пожалуйста, ее с другими препаратами, чтобы не произошли непредвиденные химические реакции. Вместо марганцовки можно обработать грунт фитоспореном. Это, конечно, еще лучше. Совсем недорогой препарат, предназначенный для борьбы с рядом грибковых заболеваний, таких как бактериальный рак, черная ножка, мягкая гниль, бактериальное увядание, фитофтороз, бурая ржавчина. Но кроме очищения грунта от патогенов, он поможет заселить почву полезной микрофлорой. А еще у него довольно-таки долгий срок хранения, даже в разведенном виде несколько месяцев. Обеззараживаем мы не только грунт, но и семена. И это обязательная процедура для всех семян, кроме тех, которые покрыты специальной оболочкой. Но это из ряда дорогих семян. Замачивать семена можно и в марганцовке, и в растворе фитоспорена, но можно обойтись и средствами из нашей аптечки. Например, замочив перекиси водорода. Она размягчает внешнюю оболочку, насыщает семечки кислородом, происходит гибель большей части патогенных микроорганизмов и яиц вредителей. И семечки активно идут в рост. Нужно всего-то одну чайную ложку развести в стакане воды. И в таком растворе выдерживают семена 24 часа. Но можно сделать проще. Замочить всего на 15 минут, не разбавляя покупную перекись, то есть 3%. Но в любом случае после замачивания семена промывают обычной водой. Если семена старенькие, их можно попытаться стимулировать раствором сока комнатного алоэ или раствором меда, 1 чайная ложка на стакан воды. Если обработанные семена попадут в достойную почву, то они прекрасно будут расти. Но в какой-то момент мы начнем замечать, что рост рассады как-то затормозился. Значит, пришло время подкармливать. Из недорогих препаратов это суспензия хлорелла из бесплатных настой-золы. Это уникальные природные составы, содержащие необходимый комплекс питательных веществ. А если настоять в воде торф, то получим раствор с гуминовыми кислотами. Так что гуматы для рассады тоже можно и не покупать. Когда мы выращиваем рассаду, вообще не так-то много нам всего и нужно для подкормок. Чередуя настой-золы, торфа и суспензию хлореллы, раствор которой, кстати, тоже можно сделать в домашних условиях, и такой ролик уже был, мы благополучно дойдем до момента, когда растения нужно будет пересаживать на улицу. Конечно, долго выращивать растения в саду без нанесения удобрений совсем не получится. Но раз уж пока нет возможности их покупать, больше мульчируйте свои грядки клумбы с ковшенной травой, делайте компост из растительных отходов, настои сорняков, сейте сидираты. Все эти меры помогут дать питание нашим растениям, да и земляных червей привлекут. А черви – это биогумус, лучшее природное питание. Так что мы кормим червей, а черви помогают кормить растения. В плейлисте «Удобрения» есть несколько роликов о бесплатных удобрениях, но и о хороших платных тоже есть. Загляните. И не забывайте, что подкормки по листу тоже прекрасно питают растения, а расход удобрений при этом значительно меньше. А что же с насекомыми вредителями и болезнями? Тут же придется выложить кругленькую сумму на препараты. Прежде чем тратить, попробуйте проверенные временем рецепты. От болезней, вернее для их профилактики, хорошо помогает систематическая обработка фитоспорином или триходермы. Это совсем недорогие препараты, но ключевое слово – систематическая обработка. А это значит один раз в две недели, весь сезон, с весны и до осени. А вот от насекомых вредителей можно использовать сопропелевый деготь. С его помощью защищаем сад от муравьев, тли, гусениц, луковой мухи. Насекомые просто не выносят его резкого запаха. Сопропелевый деготь помогает и в борьбе с заболеваниями растений, в частности с мучнистой росой. Чаще всего с этим грибковым заболеванием справляется при помощи химических средств. Между тем, натуральный сопропелевый деготь справится не хуже любой современной химии. Перед использованием его разводят водой. Берут 30-50 мл на 10 л воды. Так что покупка однозначно будет выгодной. И еще одно средство из аптечки. Нашатырный спирт на 10-л лейку воды. Добавляют 2-3 столовые ложки и поливают посадки таким раствором. Многие из насекомых не переносят характерного резкого запаха аммиака. Например, очень эффективна такая обработка перед и начале цветения клубники от долгоносика. И еще хочу поговорить вот о чем. Так уж повелось, к сожалению. Но как только у населения финансовая проблема, так мошенники тут как тут. Но вот не могут они упустить шанс и не погреть руки на всеобщей растерянности, в гнетенном настроении. Вот сейчас основная масса населения, особенно в крупных городах, переходит на онлайн покупки. И число сайтов, торгующих товарами для садоводов, тоже возросло. И среди них есть фальшивые. Так что будьте бдительны. Делайте покупки в проверенных местах. Если уже попадали на сайты обманывающие покупателей, напишите в комментариях, может это убережет кого-то от обмана. Конечно, невозможно предугадать все, что понадобится в течение сезона. Но запасти самое необходимое заранее, это уже хорошо. Сделали запасик и сидим спокойно. Ждем весны. Надеюсь, тяжелые времена продлятся недолго. И мы сможем расширить свой арсенал средств по уходу с растениями. А сейчас не унываем. Главное, будьте здоровы. Всего вам доброго. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч.